МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лёгкостью в эту пятницу вам желает программа «Утро Хакаси». Доброе утро, друзья! На утреннее дежурство на телеканале РТС вновь заступили мы, Наталья Чудина и Кирилл Ермаков. Сегодня мы попытаемся продлить жизнь вашему ноутбуку, подготовимся к экстремальным соревнованиям. В общем, весело и интересно проведем это утро. Вот всегда бы так. Только вроде начали работать, а уже на тебе и выходные на пороге. Поздравляем вас с пятницей, друзья! Скажем спасибо новогодним каникулам за укороченную, но при этом самую тяжелую первую рабочую неделю года. Тем более, что для этого волшебного слова и повод есть. Ведь сегодня, 11 января, отмечается Всемирный день «Спасибо». Этим же словом благодарят судьбу те счастливчики, кому удалось поймать удачу в лотереях. Особенно сегодня, поскольку именно в этот день, ровно 450 лет назад была проведена первая в мире государственная лотерея. И если вы не привыкли рассчитывать на его величество случаи, а полагаетесь только на достоверные факты, ну или хотя бы просто интересуетесь жизнью вокруг, тогда смотрите «Утро Хакасии» каждые будни. Без выпуска актуальных и важных новостей республики мы вас не оставим. В Хакасии прошел первый президиум в новом году на повестке системы обращения с бытовыми отходами. Напомним, в республике из 2019 года вывозом мусора займется единый региональный оператор «Аэросити-2000». Компания будет обслуживать пять территориальных зон, в каждой из которых свои расценки. Но главное, платеж пойдет не с квадратного метра, а с человека. Платить за вывоз ТБУ придется и сельчанам. Уже с февраля они начнут получать ежемесячные платежки. Детально реформу обсудят на ближайшей сессии Верховного Совета. Аэропорт «Абакана» подвел итоги за год. Услугами воздушной гавани воспользовались более 220 тысяч человек. Летали не только по внутренним маршрутам, но и в другие страны – Турции и Таиланд. Со взлетной полосы авиакомпании провели свыше 1700 вылетов. Это на 20% больше, чем в прошлом году. В 2019-м «Абакан» вошел в список субсидируемых маршрутов, что обеспечит стабильное сообщение хоккейсии с Красноярском, Томском и Барнаулом. Абаканские «Саяна» открывают продолжительный гостевой тур в новом году. Хоккеисты отправились в Хабаровск, где в эти выходные проведут две встречи с дублером Миска-Нефтяника. После переместятся в Арсеньев, где будут играть с местным клубом «Восток». Далее Красноярск, команда «Энисей-2». Ну а финалом турне станет Иркутск с его «Байкал-энергией-2». Жизнь современного человека сложно представить без компьютера. Мы с ними и на работе, и дома. А в дороге он тоже может быть с нами, ну если это ноутбук. Такая активная жизнь портативного устройства порой обходится нам в копеечку. Ведь уронить дорогостоящий предмет очень легко, а вот починить потом бывает недешево. Ну падение — это не единственная причина поломки ноутбуков. Эта техника, должна заметить, очень капризная. Вот, к примеру, ты знаешь, что просмотр фильмов в постели, что многие практикуют, очень даже может сократить срок службы любимого гаджета. Лишь бы жизнь партнера при этом не сокращалась. А вообще, расскажи-ка поподробнее об всей этой электронной хитрости. Слушай. Ноутбуки — одни из самых часто сдаваемых устройств сервиса. И именно плюсы их удобства стали минусами их эксплуатационной устойчивости. Открывание и закрывание изнашивает места соединения панелей. А если на клавиатуре что-то забыть и резко закрыть устройство, лишитесь и экрана. Еще одна частая поломка — перегрев. С ним помогут справиться в центре ремонта. В ноутбуке имеется система охлаждения. И со временем она забивается пылью, грязью. Ее необходимо чистить хотя бы раз в год. Но люди об этом не знают, не догадываются даже. В связи с этим происходит перегрев элементов системной платы. И ноутбук после этого может не включиться. Также на перегрев влияет то, как часто вы производите уборку рабочего места. Если рядом с ноутбуком пыль, будьте готовы к тому, что она рано или поздно окажется внутри него. Это забьет радиаторы, выведет из строя кулер. Устранение неисправностей в конечном итоге будет стоить от 4 тысяч рублей. Еще люди часто любят пользоваться ноутбуками в постели, либо на диване, то есть на мягкой какой-либо ложе, все вентиляционные отверстия. Они забиваются мягким одеялком, и сам ноутбук перегревается. На качество работы ноутбука влияет и его содержимое. Регулярно очищайте память. 30% объема жесткого диска должно быть свободным. Еще один совет. Не пользуйтесь неисправными зарядными устройствами. И никогда не пытайтесь починить или почистить ноутбук самостоятельно, если вы не специалист. Это может привести к еще большим финансовым потерям. Разобрали, к примеру, захотели почистить, а собрать не смогли. Потому что там очень много элементов, нужно запомнить последовательность. И после таких разборов в основном последствия очень серьезные. Не протирайте экран мокрой тряпкой. Влага испортит и экран, и может попасть в корпус. А если работаете дома, от сети, обязательно отсоединяйте батарею. Это также значительно увеличит время эксплуатации ноутбука. Новый год настал, и некоторые из нас в самую волшебную ночь загадали себе квартиру. Мы не можем сказать, суждено ли сбыться вашим желанием, но зато сейчас узнаем, каковы перспективы рынка недвижимости Абакана. Об этом нам сегодня расскажет Денис Харченко, директор Федерального агентства недвижимости. Доброе утро, Денис. Здравствуйте. Ну и что же ждет рынок недвижимости в Абакане в ближайшее время? Все-таки начало года, сейчас рост цен. А что будет с ценами на квартиры? Безусловно, будет некоторый рост. Он, собственно, начался в 2018 году уже. Могу такой небольшой прогноз дать, скажем так, на год 2019. На мой взгляд, рост возможен от 3 до 8% на недвижимость. Есть ряд факторов, которые, собственно, этому способствуют. Какие это факторы? Изменения Федерального закона 214, например, увеличение НДС тоже. То есть ряд вопросов, которые влияют на себестоимость жилья. Прежде всего, новостроек, но, соответственно, где новостройки дорожают, там подтягивается и вторичное жилье. Один из реальных способов купить квартиру для многих – это ипотека. Как сейчас обстоят дела в этой сфере? Много ли одобрений, по вашему опыту? Много ли квартир приобретается сейчас в ипотеку? Лучшая ситуация с ипотекой была, как известно, в 2018 году. Исторически минимальная ставка была. Сейчас, к сожалению, ситуация в этом плане меняется в сторону увеличения ставок. Первые увеличения были в ноябре месяце у нас. И, собственно говоря, ряд банков начали в декабре. Вторую волну уже повышений. Ну и вот сейчас, после праздников, мы видим у других банков также повышение ставок. Поэтому это как раз фактор, который будет сдерживать рост цен. Вне зависимости от того, что есть факторы, влияющие на рост, ипотека – тот фактор, который это будет сдерживать как раз. Увеличение ставок по ипотеке не даст, наверное, такого скачка цен, который предполагался. А вообще, чем банки оправдывают этот рост? Ипотечных ставок? Да. Ну, это прежде всего ставка Центробанка. То есть банки всегда ориентируются на ставку Центробанка. Произошло увеличение ставки Центробанка. Автоматом начинается повышение ипотечных ставок. Ну и вы, как специалист, можете, наверное, посоветовать самое удачное время, время года, возможно, для приобретения квартиры, либо для ее продажи? По времени года, понимаете, есть определенная сезонность активности в покупке, но это не говорит о том, что в это время лучше покупать. Я считаю, что лучше всего покупать именно сейчас. И, как ни странно, и продавать лучше всего именно сейчас. Покупать лучше, потому что цены еще не скакнули и не подросли значительно, они пока еще на доступном уровне. Поэтому стоит подумать тем, кто еще не успел приобрести жилье, о том, что нужно сделать это сейчас, не откладывая. Плюс ставки, опять же, начинают расти, ну, не стоит ждать, когда они еще вырастут. Продавать при этом я также порекомендовал бы именно сейчас задуматься о продаже, потому что спрос, снижение спроса, я думаю, до 15% будет снижение количества желающих купить. То есть вы в дальнейшем, может быть, чуть дороже ее продадите, но это будет значительно сложнее сделать. Поэтому, а с учетом того, что продают чаще всего для того, чтобы купить что-то другое, да, побольше, поменьше, получше, похуже, там разные варианты, то стоит, опять же, задуматься о том, что сейчас именно продать и, собственно, тут же что-то купить. Вот, наверное, самый оптимальный вариант, на мой взгляд. Денис, спасибо большое, что пришли к нам в студию этим утром, нашли для нас время. И надеемся, что мечта многих за иметь собственную жилплощадь в этом году осуществится. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, а какие мечты могут осуществиться уже сегодня, вам расскажут звезды. Остропрогноз на очереди. Овны, вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед, а развлечетесь, особенно если ценники, почитайте внимательно. Тельцы, на мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит, причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Близнецы, сегодня судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Раки, чем бы вы ни занимались, сегодня вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире. Львы, результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас останется шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит. Девы, сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять. Весы, не теряйте ни минуты, этот день будет настолько хорош, что подобное занятие будет непростительным расточительством. Скорпионы, сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае вас замучает угрязение совести. Стрельцы, рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Козероги, сегодня вы будете как-то особенно подозрительны. Возможно, это оправдано, но ваши страхи наверняка преувеличены. Водолеи, прислушайтесь голосу своей интуиции, так что если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, действуйте. Рыбы, сегодня вам будет сопутствовать удача. Особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Вы по-прежнему смотрите РТС в эфире «Утро Хакасии». Мы продолжаем. Друзья, мне кажется, сейчас самое время как следует подкрепиться. Тебе разве не хватило новогодних застолий? Думаю, их последствия еще долго будут отражаться на наших фигурах. Ну, завтракать-то по утрам в любом случае нужно, какая бы фигура у вас ни была. А вообще, ты, похоже, забыла про чисто российский праздник, который мы будем отмечать в ночь с 13 на 14. Старый Новый год. Да как же про него забудешь. У нас у хозяек уже голова кругом идет. Не знаем, что же приготовить. Исчерпали все варианты и салатов, и горячих блюд. Спокойно. На помощь спешит рубрика «Успеваем». Смотрите и берите на заметку рецепт. Пальчики оближешь. Сытно, сочно, аппетитно и очень вкусно. Именно такими получаются куриные рулетики с беконом, помидорами и сыром. И готовить их очень просто. С этой задачей справится даже начинающий кулинар. Для начала мы с куриной грудки по хребту снимаем шкурку. Затем начинаем вырезать филе. Вы можете потом этот каркас использовать на бульон, сварить лапшичку домашнюю. У нас получается здесь вот такие вот два филе. Вот это малое, вот это большое. Теперь курицу нужно хорошо отбить. Чтобы у нас по всей кухне не разбрызгалось мясо, мы накрываем филе пакетиком обыкновенным. И берем молоточком и красивенько все это дело отбиваем. В старые добрые времена в советские рестораны мы приходили, там были вот такие огромные эскалопы. Мясо, я вам хочу сказать, было ровно столько же, сколько мы и сейчас кладем. Но повара в советских ресторанах, у них был очень хороший опыт по отбиванию эскалопов. Поэтому они вот с такого кусочка мяса могли сделать вот такую вот лопату. Так что перенимаем опыт советских поваров, хотя бы потому, что разобьем волокна в мясе, и оно получится нежнее. Чтобы придать блюду аромат итальянских трав, мы сейчас мясо посыпем специями итальянской кухни. Ну и, конечно, посолим и поперчим по вкусу. Тонкими пластиками нарежем любой твердый сыр. Вы выбирайте по вкусу, да, сливочный, если вы любите слегка сладковатый, допустим, если какой-то любите острый, выбирайте острый. Подготавливаем помидорки черри. Впрочем, можно и обычные, не принципиально. Берем бекон, у меня уже порезанный хорошо, и кладем его на грудочку. Сырокопченый. Сразу тонко порезанный. Да? Ну, если у вас будет, как бы, куском, то уж постарайтесь порезать. Так, теперь укладываем сыр. Сверху помидорки. Кстати, можно так запечь, но в рулетах соком пропитается начинка. Берем шпажечки и начинаем закручивать. Закалываем. Можно их прям так и оставить. Потом мы их уже вытащим после приготовления. Теперь мы вот эту красоту отправляем в духовку. У меня духовка стоит на 200 градусов 30-40 минут. Так, 40 минут прошло, и мы достаем наши рулетики. Ой, а запах какой! Аккуратненько вытаскиваем шпажки. Нарезаем эту красоту на порционные куски. И украсим веточкой зелени. Все. Аромат стоит действительно головокружительней. Согласитесь, такую горячую закуску очень удобно есть. К тому же можно варьировать ингредиенты в зависимости от собственных предпочтений. Уберитесь в этом сами. Успевайте. Доброе утро, Хакасия. Просыпайтесь, друзья. Делайте телевизор погромче, и тогда утро станет максимально энергичным. А мы пока поговорим о погоде. Значительное потепление, которое в последние дни отметилось в Хакасии, порадовало не только наш регион. К примеру, в Саратове пекло так, что таявший на крышах снег превратился в настоящие стеллоктиты. Все каникулы коммунальщики боролись с нависшей над прохожими угрозами. И, как видим, без порчи имуществом не обошлось. Но это все в Саратове. А к нам в Хакасию потихоньку возвращаются зимние морозы. Пусть пока и не совсем суровые. По республике преимущественно без осадков. Сильного ветра не ожидается, атмосферное давление вновь повышенное. Как, собственно, и влажность. Впрочем, давайте поподробнее. В Черногорске и Усть-Абакане дневная температура составит 14 градусов ниже нуля, ночью до минус 21. В Сорске в эти же часы минус 18 и минус 22 соответственно. Погода ясная, слабый ветер. В Саиногорске и Беи после полудня столбики термометров покажут минус 12-13 днем. А вот в темное время суток здесь зимняя аномалия. Ночью будет теплее, чем днем. 10-11 градусов со знаком минус. В Белом Яре чуть холоднее. В дневные часы минус 14, ночью минус 19. Ожидается небольшие осадки. Примерно так же будет и в Аскизе. Зато без каких-либо намеков на осадки. Не будет их и в Баграде. Температура здесь днем минус 17, ночью минус 22. Шара минус 19 под солнцем и минус 27 в ночное время. В Абазе и Таштыпе значительная облачность, штиль и без осадков. Градус днем минус 16, ночью 18 мороза. Ожидать снега не стоит и в Копьево. На термометрах днем 21 градус ниже нуля, ночью минус 25. И столица. Сегодня в Абакане в дневное время 14 мороза. В ночные часы минус 18. Вечером синоптики не исключают кратковременные осадки в виде снега. Многие автовладельцы поспешили воспользоваться температурным послаблением последних дней и устремились на автомойки. Но мы бы не заговорили об этом, если бы здесь не было никакого подвоха. Даже от легкого душа в зимний мороз ваш железный конь рискует значительно пострадать. Но наши автоэксперты подскажут, как этого избежать. Зимой машины пачкаются не реже, чем в теплое время года. Многие автовладельцы боятся повредить автомобиль, поэтому по городу ездят вот такие вот грязнули. А узнаем у эксперта, опасна ли зимняя автомойка, и поделимся простыми секретами. Наш эксперт Наталья Киракосян в сфере автоклининга почти 20 лет рассказывает, что технологический процесс зимней мойки никак не отличается от летней. Авто загоняют в бокс, дают ему атак греться, затем сначала струей воды под высоким давлением сбивают грязь, затем специальным пульверизатором на кузов наносят химический состав, а после смывают. Температура в помещении в районе 20 градусов, а вот моют машину зимой исключительно холодной водой. Кстати, основная сезонная особенность – это наледь, которую надо обязательно сбивать с брызговиков и арок. А чтобы защитить эти части, на помощь придут специальные моющие составы. В настоящее время существует очень масса таких средств хороших для автомойки, автохимии, которые покрывают автомобиль сам весь, и, соответственно, и арки колесные, и колеса, и диски, и вода, снег просто заскальзывает, то есть он там не накапливается. Технологии автомойки давно продвинулись вперед. Так называемая трехфазовая процедура предусматривает покрытие машины специальными составами, которые имеют функцию климатического самоочищения. Если на поверхность так хорошо помутывая и обработанном автомобиле падает снег, то при движении он просто очень легко и быстро соскальзывает, то есть стекла не намерзают, то есть наледи на стеклах нет, соответственно. В том числе и в колесных арках наледи нет, и, соответственно, безопасность движения тут однозначно намного выше и лучше. Игнорировать мойку, по словам эксперта, не стоит, ведь авто страдает и от противогололедного реагента, и от городской сажи, которая въедается в лакокрасочное покрытие. Лучше всего перед началом морозного сезона обработать уплотнители дверей специальным силиконом. Часто же бывает так, что после мойки постояла машина, пытаемся открыть дверь, а дверь у нас не открывается почему-то. Вот это за счет того, что резина не обработана специальными водоотталкивающими составами, которые полностью закрывают поверхность резины, не дают воде проникнуть туда вглубь. Также не стоит экономить на ковриках. Под ними скапливается снег, который тает и впитывается в покрытие, из-за чего со временем в салоне образуется неприятный запах. В идеале после автоспа лучше загнать машину в теплый бокс или на подземную парковку. Если такой возможности нет, самый простой и действенный способ избежать примерзания уплотнителей – это выехав из бокса, постоять с открытыми дверями и багажником, пока от машины не перестанет идти пар. Ну и золотое правило автомойки. Прям тщательно прогреваем колодки и до, и после, и прямо в процессе, пока едем несколько раз. Когда мы приехали домой уже, то есть закончили там свое движение, желательно тоже еще раз открыть все дверцы, багажник. Обязательно не забывайте про бензобак, ключок открывайте, потому что если там время чем придет, бензин закончится, и будете плакать возле заправки. Если автомобиль слишком дорог, вашему сердцу можно дополнительно покрыть его защитным воском. Процедура не дешевая, но стоит того. Вообще же автомойщики не прогнозируют повышение цен на свои услуги, что наверняка порадует автовладельцев. Я считаю, любое повышение цен должно быть максимально обоснованным. И если избежать его не удалось, то хотя бы качество таких товаров или услуг должно быть на высоком уровне. Знаешь, ценники на автомойках на самом деле не так пугают, как на заправках. Несмотря на то, что стоимость топлива и так бьет по карману россиян, так в этом году ценники еще вырастут в стране в среднем на 74 копейки. Радует только, что за эти деньги качество бензина улучшается. К такому выводу пришли эксперты Росстандарта. К слову, эта организация в том числе борется и с фальсификатом на рынке ГСМ. Так вот, по их данным, за последние три года доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась с 20 до 9%. Хорошая тенденция. Пусть так и продолжается впредь. Ведь качественный бензин машинам, как воздух, необходим. Особенно, если ваш авто участник зрелищных экстремальных гонок. Таких, например, как соревнования по зимнему ледовому тайм-атак, а также по зимнему дрифту. Тебе уже столько лет. Что тебя вообще заставило купить старые Жигули и участвовать в этих соревнованиях? Решил вспомнить молодость. Это можно прокатиться? Можно. Поехали прокатиться. Что, нормально тогда? Ну, конечно, с Нижигом мотором, конечно, прикольно. Прикольно, да. Лед уже набрал необходимую толщину. Трасса на Ташевинском карьере расчищена. Спортсмены вовсю тренируются, ведь соревнования пройдут уже на этих выходных. В субботу тайм-атак, а в воскресенье зимний дрифт. Сегодня участник соревнований по зимнему дрифту, Алексей, как тебе вообще в голову пришла идея этим заняться? Да на самом деле, а что делать-то вот? Вот на самом деле. У тебя здесь явно тоже не от Жигуля мотор? Почти от Жигуля. Что здесь? 7А. 7А. Тойотовский? Да, 1,8. Какая мощность? 115. 115 сил в Жигулях. Да. Это было очень близко. Лёха! У тебя тоже с питоми тогда не работает? Нет. Сколько здесь поезд в дуге? 90 на постановку ультав. В дуге, не знаю, я не проверял. И самое главное, в этих зимних соревнованиях совсем не обязательно иметь какую-то специфическую спортивную машину. Вполне подойдет обычная гражданская, как, например, такая. Или, например, вот такая. Да и вообще, какая угодно. Ведь самое главное в зимних гонках – это умение управлять собственным автомобилем в экстремальных условиях. Кирилл, ну согласись, что далеко не все любят экстримы. И как прикажешь быть тем, кто предпочитает размеренные, высокодуховные мероприятия? А, а ты думаешь, в эти выходные в Хакасе обойдется без высокой культуры? Не знаете, как провести уикенд? Тогда смотрите нашу традиционную пятничную афишу. Сегодня и завтра в ГЦК «Победа» отгремит традиционный рок-утренник. В рамках двухдневного марафона отыграют как молодые группы, так и коллективы со стажем. Публику ждет авторский материал, а также кавер-версии известных хитов. 12 января в ДК «Железодорожников» пройдет межрегиональный чемпионат по брейк-дансу. В соревнованиях примут участие юные и взрослые танцоры Сибири в 14 номинациях. На соревнованиях также пройдет отбор на чемпионат России «Битва стилей» и международный чемпионат «Конбенешины». Национальный театр имени Топанова приглашает в субботу 12 января на постановку «Моя дорогая помыла». Если кратко, то в заброшенном доме живет одинокая старушка. Трое аферистов решили этим воспользоваться и вынудили ее застраховать свою жизнь, чтобы в дальнейшем подстроить несчастный случай. Если бы их план удался, они смогли бы получить 50 тысяч долларов. То дальше лучше увидеть своими глазами. Можно, кстати, еще сходить в Хакасский национальный краеведческий музей. Там в эти дни проходит арт-лаборатория по следам великих художников. Берите с собой ребятишек, если есть. Мероприятие просто рассчитано на лицу старше 6 лет. Организаторы уверяют, на выставке каждый сможет почувствовать себя настоящим экспертом в живописи. И, например, увидеть различия между сюрреализмом Дали, импрессионизмом Ван Гога и абстракционизмом Кандинского. Выдающиеся личности. Их творчество не лишено ни глубоких размышлений, ни философской иронии. Точно так же, как «Утро Хакассии» не обходится без веселящей рубрики «По приколу». «Утро Хакассии» Че, вкусно? Да, неплохо. Чай будешь? Давай. Почему так холодно?